И вот так вот потихонечку начинаем, да? И уже более громко последние. Так, потом. Иисус Христос воскрес, это будет наша первая песня. Сейчас я ее не вспомню. Иисус Христос воскрес, Аллилуйя, Аминь. Вот это ангел возвест. Да, мы пели, я представляю, в 15-м году, у меня все записано. Мы ее первый раз пели. А, нет, или да, в 15-м. Но всем помаши рукой точно в 15-м году. У меня все Пасхи записаны, какие распечатаны, какой будет. И все Рождества. Записываю на Рождество, сохраняю. Рождество 2016-го пишет, есть такой файл, ну как есть. А, уже 17-й год. Ну а я делала там в декабре, уже 17-й год. Так, всем помаши рукой. Это мы тоже пели два года назад. Здесь можно даже немножко что-нибудь. Всем помаши рукой, посмотри в глаза. Вы как бы смотрите на всех. Здесь твои друзья, здесь твоя семья. Помните эту песню? С тобою, друг, можно взять руку. С тобою, брат, справа, слева. Ну это первый ряд видно будет только их руки. Тебе я очень-очень рад. Такая песня такая, семья. Пусть проходят дни, пролетают года, приходи скорее здесь, ждут тебя. Сейчас петь не будем, я потом фонограммы музыки эти принесу на следующий раз. И пропоем, вспомним, да? У нас осталось сколько выходных, кто знает? Вот без этого выходного. Два выходных, а третий будет Пасха. У нас есть и сегодняшний, четыре, но сегодня уже прошло. Два у нас будет возможность прорепетировать. И третий, это уже будет Пасхальный, суббот, у нас в псении 15-16 будет Пасха. То есть у нас осталось два раза с вами встретиться, чтобы вот это все пробежать про петь. Песни все мы знаем. Если кто-то хочет какую-то, может быть вы будете отдельно что-то петь еще? Пожалуйста, какой-то пасхальный. Ну чисто вот пасхальный, а прям пасхальный, пасхальный будет вот это Иисус Христос Воскрес. А эти четыре? Четыре. Ну это вместе по горам, вместе с овечками. И две сценки, да? Да, и две сценки. Четыре вместе с овечками, три. Ну можно, я забыла, я вот к церкви проведите. Руся, мы только что сказали, а там нет? Да, ничего не знали. Готовьте трогали концерт, у вас с целой пор 40 человек всех в музыкальном образовании. Так, подойдите, обязательно возьмите слова. Я думаю, что-то по-репетеряю. Ну, я в минусовки вам не буду скидывать, вы все эти песни знаете, да, минусы? Все мелодии знаете, вы можете в интернете эти самые, послушать, как эта песня звучит, и здесь вот репетируем. Так, время у нас осталось, сейчас я возьму историю Библии. Не случайно эти привет, скажи. Не скажут. Так, мы в прошлый раз начали изучать историю Библии. Мы остановились, что до того, как был записан Ветхий Завет, он был записан не так уж и давно, учитывая всю историю, которая описана в Библии. Начиная, если с Адама и все события Ноя, которые в подробностях. Помните, кто у нас правильно сказал? Нет, у нас, по-моему, была... Акелина правильно сказала, что как, если не записывали, кто-то говорил, да мы роглиф рисовали, но это все письменность. До возникновения письменности, как могли вот историю своего народа передавать новым поколениям? Пересказывали многократным, частым повторением. То есть, рассказывали, рассказывали путем постоянного повторения. Передавали точно так, как сейчас разные игровые песенки передаются. Их никто не записывает, их никто специально... Вот сейчас, например, я вот так вот вспомнила. В наше детство было там 40, лет назад было 10. И сейчас, слышишь, маленькие дети играют, что-то кто-то кому-то пожалел. И что они говорят? Ах ты, ябеда, корябеда, соленый огурец, да там еще. Никто же специально детей этому не учит. Ни в школе, ни в воспитатель, ни родителей. А это передается от детей, к другим детям услышали, передали. Это все называется вкусное творчество. А вот тогда это была история своего народа. К этому очень серьезно относились. И пересказывали, рассказывали многократно. Собирались на богослужениях, у костров, во время работы. Люди пели песни, рассказывали истории, которые, в свою очередь, они услышали в детстве. К этим рассказам относились с величайшим почтением, так как речь шла у них в этих рассказах о Боге, о своем народе. И каждое слово нужно было повторять правильно и ничего не упускать, чтобы с такой чтительностью дошло это до тех времен, когда это было уже записано. Когда уже записано, тогда уже все записано. Пером не вырубишь топором, да? Тут уже не измени. Тут уже на совести было переписчиков, которые... На совести переписчиков, которые переписывали затем Библию. Библию. Так. Примерно точно, неизвестно, когда впервые появилась уже письменная. Записан Верфий Завет. Так или иначе было, то есть даже это было не в том варианте, как мы сейчас Библию видим, вот в таком вот, да? Подобно. Ну, это вот Новый Завет, вот не в таком. Сначала это вообще другой внешний вид имело. И вот ученые расходятся, когда впервые записанные Библии появились, примерно говорят, что к третьему веку до нашей эры иудеи признали часть своих книг священными и написанными по прямому внушению Бога. Новый Завет появился гораздо позднее. То есть самое последнее появились в книге Нового Завета. А книги появились когда? После Рождества Христова. То есть, как говорят, нашу эру уже появилась после Рождества Христова. И появлялись они, мы тоже, по-моему, об этом говорили, в какие времена? В первом веке. В первом веке. То есть две тысячи лет назад были написаны Евангелия. Они были все написаны в разные года. Написаны были после смерти и воскресения, и вознесения Иисуса Христа. И были названы в жизни Христа, они были названы Евангелия, четыре Евангелия. Затем были написаны апостолами послания. Это были письма. На самом деле это были письма, которые тоже вошли в канон Нового Завета. Вот Новый Завет. И сюда же не могли поместить вот все-все-все-все-все-все-все-все. А только определенное, только то, что прошло все исследования, было принято соборами и там далее. И так называемые, что был создан канон Нового Завета. То есть, и к которому уже впоследствии уже ничего нельзя было не добавить, не убавить. И уже существует в неизмененном виде и дошел до наших дней. Так. Вот здесь написаны, как же появлялась письменность. Немножко как бы обращение к тому, как писали в первые времена. Вот кто-то говорил нам, на камне, да, мы пробивали. Значит, сейчас даже в разных музеях, где очень древние-древние артефакты содержатся, какие-то там вообще очень такие раритетные вещи, и находят, как на камне первые вот те записи были сделаны в разных-разных странах мира. То есть, вот так впервые записывали свои извлечения. Представьте, как мало можно было, да, информации, как долго нужно было это каким-то там острым камешком выдалбивать там одну букву, чтобы появилось. То есть, сейчас это один вот клик на клавиатуре, и буква появилась. Потом нажал на кофе, и можно там хоть сто экземпляров на принтере в течение минуты вылезло. Целого текста, целой страницы. Тогда, чтобы вот одну страничку, вот здесь вот примерно одна страничка располагает. Представляете, это камень, например, вот такой высоты, там. Если это маленький камень, то это надо было очень мелко, это вообще кропотливая работа. Там, я не знаю, сколько времени нужно было уходить, чтобы вот записать несколько предложений. То есть, все было очень долго. Инструментом был резец по камню. Первое упоминание записанных частей Библии, это было что? Кто помнит? И чтобы это было на камне. Ну-ка вспоминайте. Скрижали, да, на которых были написаны заповеди. И они были сданы. Кто их написал? Бог, да, правильно. Сначала писал их Бог, но затем, что Моисеик разбил. Потому что он видел, как это, и он погоняется. Пока он говорит, что вы же вот с папой читали. Он пришел, и просто вот в таком богорчине был, в гневе, и он разбил эти заповеди, и затем сам уже сделал такие же. Они были высечены на камне. А где сейчас скрижали? Это же камни, они могут храниться. Они в ковчеге хранятся. В ковчеге хранятся. А что там хранится? Мамя, небесная, и посох Моисе. Нет, Аарона. А где ковчег? Ковчег стоит. Он потерялся. А, понятно. То есть проверить мы это не можем, да? Понятно. Я думаю, может, ты знаешь, где он. То никто не знает. А может, кто-то знает, да скрывает, где находится ковчег. Но он же не мог испариться, правильно? Его же не могли взорвать. Вот у нас такие вандалы должны быть, кто-то взорвали там или уничтожили. А где-то же он хранится. Может быть, спрятано. Может быть, кто-то его у себя прячет. Затем появились навощенные дощечки. Смотрите, были такие еще способы написания. То есть воском. А воск-то существовал, это же пчелы делали. И сейчас воск делают пчелы. И вот делали дощечку, которую покрывали воском. И вот этот воск, он же мягкий. Видели, сочечки? И затем вот дощечка, покрытая воском, тонким слоем. И на дощечке вы царапывали из воска буквы, какие-то записи. Ну, такие были записи ненадежные. Чуть солнышко пригрело где-то, что-то. Все, этот воск обсыпался или расплавился. И не видно, что там было написано. Орудием письма в этом случае была заостренная палочка. Затем появились глиняные таплички, папирусы, кожа и так далее. Вот здесь вот показано, как делали папирусы. А потом мы повесили. Все, пойдемте. А потом мы повесили. На березе. На березе. Мапа, мне повесили. Прямо. 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 Господи помилуй. О благословении воздуха, о изобилии плодов земных, временах мирных, Господу помолимся. Господи помилуй. Не думай в день, сразу же пленены, и о спасении, Господу помолимся. Господи помилуй. О, я же противитель, мысли и веря по мрачебным светам своего богоразумия, вернувшись своих, укрепите непоколебивым в правоверии, соблюсти, Господу помолимся. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благословенную славу. Владыко судна, Богородицу, пресно Деву Марию со всеми святыми, помянувшись на себе друг друга визживот наш. Христу Богу предадил. Тебе Господи. Благослови Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и вовеки веков. Аминь. Благослови Душа моя Господа, благослови мне все Господи. Благослови Душа моя Господа, и зановление Мое, имя Святое Бог. Благослови Душа моя Господа, и не забывай всех воздаяния Горь. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуби Твоя. Избавляющего от искрения живот Твой, венчающего Тя милостей щедротами. Исполняющего благие желания Твоя, обновиться я, короля, юность Твоя. Твоя милостей не Господь, и судьбой всем обидимым, Скажа пути своей Моисееве, сыном Израилю, хотенье своя. Чедрый милости Господь, долго терпеливый многомилости, Не до конца прогневается, нежели прождует. Небо беззаконие в нашем сотворилось нам, Ниже по грехам нашим воздалось нам. Я по высоте небесне от земли, Утвердил ведь Господь милость Свою на боящихся Его. Елико стоят во стопце от Запад, Удалилось от нас беззаконие наше. Я, кто же щедрит от земли, О, щедрит Господь, боящихся Его. Я, кто только знал создание наше, Помяну, я, как песнь, есть мы. Человек, я, кто трава не его, Я, кто святел и так от святел, Я, кто дух пройденем и не будет, И не познай этому место Своего. Милый же Господь не от века и до века, На боящихся Его и правды Его, На сыне, сынок, хранящим завет Его, И помнящих заповедей Его творить ее. Господь на небесе готова престол свой, И царство Его всеми обладает. Благословите, Господи, Ангеле Его, Сильней крепостью творящие Слово Его, Услышите глас, славец Его, Благословите, Господа, Все силы Его, Слуги Его творящие волю Его, Благословите, Господа, Все дела Его, На всяком месте владычества Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Имени и Преста и во веки веков, Аминь, Благослови, Душа моя, Господа, И вся внутренняя моя, Имя Святое Его, Благослови, Господи, Тлайте, 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 пьем, Господу помолимся, Господи помилуй, Спаси, Памилуй, Охрани над Божией, Твоею, Благодатью, Господи помилуй, Благослови, Благослови, Владительство нашу Богородицу, Христа Деву Марею, Со всеми святыми богинушиями Сами себе, друг друга, ведь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи, слава Твоей, царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго, Духа ныне пресной, во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, хвали, душе моя, Господа, вас хвалю, Господа, в животе моем, Твою Богу моему дам, где же есть. Не надейтесь, оба пряди насы нечеловеческие, внижение спасения, и везите Дух Его и возвратиться в землю свою.